Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Год назад меня внезапно бросил молодой человек, с которым было все хорошо. Для меня это был большой удар, так как я его очень сильно любил. Но после нескольких недель нашел другую девушку, с которой он в последний день, но он с ней не счастлив. Он хотел вернуться ко мне, но измены простить я ему не могу, хоть и испытываю чувства, возможно, ошибаюсь насчет чувств. По сей день я обнял, ни с кем не общаюсь, фибротивная мысль только о нем, я пыталась себе отлично эти себе занятия, но ничего не помню и выходит. Вернуть его от другой девушки я могу, но не хочу из-за предательства. Подскажите, пожалуйста, как справиться с данной проблемой. Временами у меня все хорошо, а временами на меня депрессия обрушивается, в голове вертится, что больше никого не полюблю и никто больше на меня не посмотрит, так как не нужна никому. Мне 23 года. Но обратите внимание, пожалуйста, на то, что центрированность ваша, здесь вот по моим ощущениям фиксируется не столько на молодом человеке, да, самом, и на какой-то вот, если можно так выразиться, заинтересованности в нем, сколько именно на том, что вы никому не нужны и на том, что вас предали. То есть это важный момент. Почему? Потому что вы через молодого человека в данном случае пытаетесь решить проблему своей нужности и проблему любви. То есть вам хочется, чтобы вас любили, но хочется, чтобы любили только вас. и все. Вот. Если соответственно, соответственно, любят не только вас, если, соответственно, как вы говорите, вас предали, вот, то все, все. С человеком в отношениях находиться, ну, нельзя больше. То есть как бы здесь вы пытаетесь решить свои проблемы. Это, собственно, проблема принятия себя и проблема, как мне кажется, самооценки. Вот. А также проблема личностного роста. Потому что, там, ошибаться могут все. И от ошибок, в общем, в целом, не дострахован никто. Никто не отменял того факта, что для вас это правильно. Никто не отменял того факта, что этого нельзя оставлять просто так. Вот. То есть вам с молодым человеком, если у вас есть чувства, и вы хотите быть вместе друг с другом, нужно над отношениями работать. Вот. И вам, и ему. Вот. Потому что, ну, у того, что есть, у того, что произошло, точнее, есть причина. Вот. То есть нельзя оставлять, вот, совсем как есть. Ну, и в то же время, возводить в абсолют, как вы, принципиально. Да? Тоже, весьма сомнительный выбор, потому что, вы говорите, вот, что, боитесь, что никого не полюбите, вот, боитесь, что никто на вас больше не посмотрит, так как смотрел он. Вот. А как он на вас смотрел? Как на единственную, а для вас важно, вот, чтобы важно, чтобы вас видели единственную. То есть, понимаете, да, вам важно, вот, чувствовать себя единственной. Вот. В чем, вот, здесь именно, вот, есть конфликт, что вас, вам причиняет боль, но больше всего, как мне кажется, именно то, что вы не единственная, ведь вы поняли, вы ощутили, что вы не единственная больше. Вот. А реальность принять, в которой вы не единственная, вам нереально тяжело, невозможно практически, практически. Ну, вот, соответственно, нужно, вот, работать над самооценкой, как я сказал, личностным ростом, вот, а возможно, у нас рядом аспектов еще, вот, чтобы как-то вы себя поувереннее чувствовали. Потому что сейчас есть такое, такое достаточно сильное ощущение, что не столько вы молодого человека любите, вот, сколько вам он нужен для того, чтобы вновь, вот, себя почувствовать, так скажем, любимый, единственный, вот. понимаете, я надеюсь, о чем идет речь. Вот. Вот. Дальше. А, все, на чё. Теперь мы с вами пройдемся немножко по... тексту вашему в целом и разберем некоторые, некоторые его детали. Вот. Разберем некоторые детали вашего сообщения. Вот. Давайте попробуем. Итак, год назад меня бросил молодой человек, с которым было все хорошо. Ну, обычно молодые люди, если у них с их партнерами все хорошо, то обычно молодые люди не бросают, как бы, своих девочек, потому что мужчины существа очень ленивые и просто так никогда не уйдут, потому что иногда требуется много энергии и сил, а у мужчины энергии не так много. поэтому... Я думаю, что первое, что здесь вам стоило бы подвергнуть критике и сомнению, это то, что у вас вот все было хорошо. Не все было хорошо, раз мужчина от вас решил уйти. И настаивая на такой позиции, вы в том числе и причиняете себе боль. Вот. И со мной не признается, что, возможно, вы делали что-то, что смотивировало вашего молодого человека уйти. Да. Конечно. Конечно. По-моему, он об этом пожалел. Конечно. По-моему, он захотел к вам вернуться. Вот. Это правда. Это правда. Но... Проблема. Изначально. Осталось. Никто, никто не говорит, что молодой человек поступил правильно. Никто не говорит, что молодой человек поступил наилучшим образом. Но люди не идеальны. И вам нужно принять как свою неидеальность, так и его тоже. Вот. Себя вы не принимаете, но хотите и требуете быть идеальными от других людей. Когда вы видите, что человек неидеален, вы от него отказываетесь, потому что он напоминает вас саму себя. Дальше. Для меня это был большой удар, так я его очень сильно любила. Удар в чем? Боль от чего? Понимаете, сложно назвать сто процент, ну, сто процентов позитивной энергией, сложно назвать сто процентно позитивной ситуацией, ту, которую описываете вы. то есть испытывать некоторую, некоторую, так скажем, болезненность. Это в данном случае, мне кажется, абсолютно нормально и впитывать грусть, в данном случае абсолютно нормально. Вот. Понимаете, да? Ага. Очень, ну, вот такой важный момент. Дальше. Куда-то в чем? Вы не просто грусть испытали от того, что человек ушел. Хотя, это в данном случае нормально. Вам именно что, ну, было именно что больно. А значит затронута ваша личность. С этим и нужно работать. Это травма. С травмой необходимо работать. Спустя несколько недель он нашел другую девушку, с которой он последний день, но он с ней не счастлив. Откуда вы знаете? Он готов вернуться ко мне, но измену я простить не могу, хоть и испытываю чувства. А вот здесь принципиальный вопрос. Вы хотите простить измену или нет? Это очень важный и, я бы сказал, принципиальный вопрос. Если вы хотите простить измену, можно вам помочь. Если вы не хотите прощать измену, это ваш выбор, но в таком случае, на мой взгляд, достаточно большой риск от того, что вам, в принципе, будет сложно построить отношения с людьми, потому что люди не идеальны. Это не значит, что вам будет меняться отобрать, но это значит, что нужно уметь учиться прощать. Но вы можете этого не делать. По сей день я, ни с кем не общаюсь, все противные. Если это значит, что мысли только о нем, я пытаюсь себя отлично идти собирать, и ничего не выходит. Мысли о нем, это как? О чем вы думаете? Что вы хотите? Давайте разбираться. Вернуть его от другой девушки я могу, но не хочу из-за предательства. А было ли оно? Вот. То есть, опять же, почему вы так уверены, что это предательство-предательство? Он с вами расстался, и на что встречается с другой девушкой? Почему вы считаете, что это измена? Знаете? Не совсем понятно. То есть, здесь вопрос о ваших ожиданиях. Знаете? Знаете, как вы на другого человека переносите то, что происходит с вами? В этом проблема. Вы не отделяете себя от другого человека. Подскажите, как справиться с данной проблемой? Подсказал. Времена у меня все хорошо. Времена у меня на депрессия обращиваются. Ну, депрессия – это постоянная история. У вас не депрессия. Депрессия – это болезнь. Серьезная болезнь. У вас вряд ли вряд ли. В голове вертится, что больше никого не смогу полюбить, и никто больше меня посмотрит, так никому не нужно. С чего вы делаете вывод, что вы никому не нужны? И откуда мысль, что вы не сможете никого полюбить? Потому что для вас это очень важно. И вот стоило бы спросить себя, а почему для меня это важно? А что еще для меня может быть важно, помимо того, что я кого-то полюблю-полюблю? Мне кажется, что вы не можете никому взяться, потому что всех сравниваете с молодым человеком. Вот. Потому что вам кажется, что только с ним вы будете счастливы. И другими мужчинами пытаетесь его заменить – это невозможно. Но правда в том, что вам для счастья никто не нужен. Но для этого необходима психотерапия, чтобы помочь вам прийти к этому. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.